Всем привет, меня зовут Аратура, сегодня мы с вами продолжим страдать в Манус Парк. Некоторое время назад мы её с вами посмотрели, точнее, правильно сказать, я вам её показал, потому что я видел её немножко раньше. Я даже демку смотрел, я вам рассказывал, как я в неё на работе играл. Сейчас игра преобразилась, мне она довольно сильно понравилась. С последнего раза, когда мы в неё сами играли. И я решил, что её всё-таки надо пройти, тем более, что мы уже довольно-давно не играли в такого рода рогалики. Тем более, я не думаю, что она будет очень длинная, и я уже сделал за кадром пару заходов. Ну, серьёзно, я сделал всего-навсего два захода. Два захода, а здесь уже открыто столько всего, как вроде бы я тут уже сутками играл. Короче говоря, вот этот парень привёл мне нового человечка, вот этого. Но он пока ничего не может мне сказать, потому что ему надо временно передохнуть после переезда. Потому что я буквально вот после первого же захода, ну, точнее, после второго захода у меня появился этот человечек, и всё. Пока что он мне ничего не может по этому поводу сказать. Помимо прочего, вот этот повар, я у него купил несколько улучшений. В данном случае фаршированные яйца, которые якобы повышают шанс найти монетки. И чёрный хлеб, самое дорогое, что было на втором уровне, за 14 рун, которые увеличивают мне здоровье. Но я не совсем понимаю. Смотрите, получается, у меня есть вот такие вот улучшения, с которыми я иду в следующий поход. В данном случае, видите, столовая лагеря. Я вязал с собой чёрный хлеб, который дал мне довольно много здоровья, то есть относительно того, что у меня было три сердечка. А теперь у меня их пять. Но, видите, я могу купить ещё, допустим, яблочную пшеничную кашу. И вот если я её куплю, мне придётся, наверное, выбирать. Да, видите, выбрано, получается, написано. Скорее всего, мне придётся на следующий поход выбирать из этих блюд, что я себе возьму. Наверное, именно так. Так, я думаю, что в зависимости от того, каким классом мы с вами пойдём, в зависимости от этого, надо будет выбирать блюдо. Но вот между вот этими, третьим уровнем выбирать, я так думаю, не надо. Точнее, вот у меня выбрано это, а потом будет выбрано ещё это, да? То есть несколько блюд будет выбрано, наверное. Рагу из кролика, который повысит атаку и удачу на поиск монеток. Неплохо. Так, ячмин с фасолью. Увеличивает здоровье и скорость атаки. Прикольно. Прикольно, на самом деле. Если мы будем очень жирные в плане здоровья и очень скорострельные, это будет просто отлично. Но, честно говоря, я попробую вот что сделать. Следующий раз, когда мне будет несколько, сколько там, ещё немножко рун соберу и куплю себе щи, попробую. И посмотрю, можно ли между ними, можно ли их комбинировать или нужно именно выбирать. Так, помимо прочего, есть ещё вот такая штука. А, он привязан к моему телу. Ясно. Получается, что этот хлеб, он добавил мне одну единичку здоровья и баклажан добавил мне единичку здоровья. Всё ясно. Сейчас вам объяснёт, куда у меня этот баклажан взялся. Но ещё я скажу вам, что я нашёл вот такого вот товарища во второй заход. Очень много произошло, короче, за второй заход. Я аж пожалел, что пошёл. Просто потому, что это всё... Вы не увидите, к сожалению, уже. Получается, что вот этого товарища я нашёл в тюрьме. Чтобы его вызволить, нужно было просто зажечь вокруг факела, короче говоря. Вот. Короче говоря, я его нашёл, его привели сюда в лагерь. И теперь мы можем им играть в качестве воина. Я как раз случайно... Это был третий заход, который не увенчался успехом. Я им сходил, этим воинам. Мне не очень понравилось. Ну как, сначала было любопытно, а потом как-то не очень стало. Просто потому, что я даже первого босса им не смог убить. Я, правда, не особо срался. Потому что я хотел бы быстрее им слиться, чтобы пойти вместе с вами в заход. Короче, мне не понравилось тем, что им нужно в основном бить вблизи. И выглядит это немножко странно. То есть, допустим, я сейчас стреляю, и в зависимости от того, куда я направляю курсор, туда персонаж и стреляет. А там, получается, он будет бить в зависимости от того... Уть! В зависимости от того... Капкан не сработал, да? Куда он смутает, получается. То есть... Я не могу, получается, выбирать направление удара курсором. И мне это, честно говоря, немножко не понравилось. К слову, я вам не показал. У меня там были, получается, прокачаны некоторые умения. В частности, капкан. На... На максимум. У меня капкан был прокачан на максимум. И теперь у меня есть возможность кинуть один капкан и кинуть второй капкан, когда он перезарядится. Вот. И этот будет также стоять на полу. Это довольно неплохо, потому что можно будет... Можно будет выдумывать какие-то... О, что это? Сильнее отброса и увеличение урона. Отлично. Это довольно неплохо, потому что можно будет тогда делать какую-то комбинацию. Там, допустим, я не знаю, какие-то ловушки придумывать. Ну, короче говоря. На самом деле... В обычной... В обычной ситуации это достаточно бесполезно было. Можно было не качать третий уровень капкана. Потому что, когда на тебя бегут, и ты просто кидаешь его в подлинги, чтобы убежать, допустим. Чтобы враг сразу в него попал. То... Все равно он быстро перезаряжается. Враг уже активирует этот капкан. И ты можешь кидать сразу же следующий. То есть кидать два капкана сразу... К сожалению, так не получается, как я думал изначально, что это произойдет. Я ни одной руны не нашел. Серьезно. Ладно. Хорошо. Допустим. Так. Замаживать врагов в малом радиусе на 6 секунд. На самом деле все эти способности довольно интересны. Например, вот эта штука. Ты кидаешь на пол. Растяжка своего рода. И все по ней ходят очень медленно. Довольно интересно. Но... Слушай, увеличение урона. Атакующие и ближайшие к вам враги окаменевают. Умножение урона, скорее всего-таки, чуть-чуть понижается. Кстати говоря, можно будет брать вот такие вот штуки. Похоже, кстати, этот кулак похож на волеусиления из One Piece. Так, ну давай возьмем вот этот. Без никаких дебагов. Просто идеальная штука. Короче говоря, все эти способности довольно интересны. Но мне кажется, что капкан это просто мастхэв. То есть любая из этих способностей, она заменяет вот эту, по-моему. Я, честно говоря, пока не разобрался. То есть любую способность, которую я беру, она, похоже, идет вместо как раз активной способности, которая сейчас у нас в руках. В данном случае это капкан. Вот, а капкан, честно говоря, выкидывать не желаю. Короче, смотрите. В первый заход я нашел вот такую комнату. Я пожертвовал кучу жизней. Где-то около 4 сердечка я пожертвовал. Благодаря у меня была такая возможность. И из того, что у меня было в руках, мне дали... Получается, я грохнул целую кучу врагов в этой комнате. И из того, что у меня было в руках, я выбрал, получается, как перманентный артефакт, который лежит у нас с начала захода, получается. То есть вот там на алтаре у нас вначале, помните, лежал вот этот баклажан. Вот, собственно, таким вот образом я его и получил. Ага. Не сегодня. Гоблины. Кстати, продолжаю смотреть Гоблин Слэр. Представляете? Весь прикол в том, что вот нельзя было мне читать мангу. Я, получается, решил почитать мангу. И немножко разочаровался потом с самой анимешки. Потому что анимешка оказалась какая-то менее подробная, менее интересная. И после манги... Тихо-тихо-тихо. После манги. Ну, все равно интересно. Но... Особенно, когда я там не все прочитал после момента... Так, это хорошая штука. В каждой комнате будет бесплатная еда, по идее. На выходе из каждой комнаты, да? Я, правда, ее никогда не брал, но вроде бы... Смысл должен быть именно такой. Так, где рычаг? Угу. Короче, не стыло смотреть... Ой, не стыло читать мангу, потому что анимешка стала как-то сильно похуже, чем манга. Но манга сама по себе Голем Слэвера прикольная. Ну, короче говоря... А, во, прекрасно. То есть теперь можно, действительно, можно теперь на выходе из каждой комнаты кушать еду. Слушай, это неплохо. Это реально полезно. Она добавляет, правда, всего-навсего единичку здоровья. Но это все равно очень может выручить. Особенно, когда у тебя всего будет одна или половинка здоровья в итоге. Короче, вот этот глаз... И я так и не играл, кто за воина представляет. За воина. Но я не старался. Получается, прикол в том, что... У, шаурон просто колоссально проходит. Благодаря всему тому, что у меня есть. Уй! Банан тебе. Сегодня ты не глаз. Сегодня ты... Гоблин. Уж смирись с этим. Просто очень большой и отвратительный Гоблин. Хотя Гоблин Слэвера сражался... В итоге, по факту, сражался он уже не только... Не только с Гоблинами. Впоследствии он уже сражался и с Бихолдерами. Ага. И с Бихолдерами, и с Демонами. Короче, все как положено. Надеюсь, я сейчас никому ничего не проспойлерил. Но... Увы, он... Этого не хотел. Угу. Кстати говоря, после того, как убиваете босса... Все те руны, которые вы получаете... Так просто их не получится отправить в город. Нужно пройти еще одну локацию. И только после этого... Будет возможность... Ага. Будет возможность отправить все это в... В город. Обратите внимание, как они себя ведут. Они видят капкан и пытаются его обойти. Кстати говоря, на каждом втором уровне... Смотри на него. Разлегся здесь. Тебе, видимо, комфортно, да? Хорошо, допустим. О, тихо. На каждом втором уровне есть такой персонаж... Очень интересный, которого я... Окей. Ты был не очень умен. Если так глупо решил... Отдать свою вторую жизнь. Тихо, 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 тихо. Они, кстати говоря, с рогатки стреляют. Так как они стреляют с рогатки, у них большой шанс того, что они тупо промажут. Ага. Говорю, что в каждой... На каждом втором уровне есть такой персонаж, очень интересный. Слушай, очень много еды выпадает. Прям очень много. Мне прям жалко будет им есть. Попадается персонаж в клетке по центру комнаты. Мы на него, по-моему, уже натыкались разок. Но... Слушай, я думаю, что их здесь очень много. Я думаю, убивать их нет смысла, потому что... Давай пробуем просто разок. Может быть, из кого-то из них выпадет монетка какая-нибудь. Они, получается, я тебя понял. Они просто как препятствие работают. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Так, это будет опасно. Нет! Твою мать! Глебаные стены. Ну и мужопа на самом деле. Да. Пока что самые опасные враги. Хотя нет. Не, есть еще... Лич, если можно вот так... Не, не, не лич. Нет, лич тут тоже есть, что самое интересное. Есть другой враг, который зачаровывает огонь. Вилка. Пушает удачу на еду и влечивает здоровье. Слушай, это просто шикарно стоит. Мне кажется, что этот закон будет... Будет просто невероятный. Есть мнение, что мы можем дойти, ну, очень близко к концу. Я не знаю, на самом деле, насколько длинная игра, но мне кажется, что... Мне кажется, что не очень. Ну-ка. Новая информация на... Это новая информация. Запись журнала. Вчера мне показалось, что я слышал, как кто-то идет по лестнице. Я был так взволнован. Мой план наконец-то реализуется. Оказывается, это был просто бродячий волк, который заблудился, пытаясь найти выход. Может ли человек заблудиться так же легко, как он? Бродячий волк, бродящий полк. Серьезно? На самом деле, волки были только в лесу. Здесь волков я не видел. О, вот и, кстати говоря, это зачарователь странный. Главное не дать ему с огнем играться. Обратите внимание, как... Как любопытно работают скелеты в этом плане. Они... Помните, я вам как-то в той серии рассказывал, что враги здесь взаимодействуют между собой. Они взаимодействуют, конечно... Они сами по себе ведут себя немножко глупо, но в дальнейшем они начинают взаимодействовать интересней. Я не знаю, что будет, если я еще раз пожертвую свою жизнь. Мне просто очень нравится, что у меня этот баклажан есть. Может быть, он будет у меня всегда. У нас, кстати говоря, есть возможность вылечиться достаточно много раз. Давай просто попробуем, вот допустим. Ага. Ага. Главное, чтобы баклажан на этот заход у меня... ...остался. Допустим. Там же много еды вроде бы оставалось, да, позади меня. Так, погоди, надо теперь пойти и пособирать. Если сейчас получится так, что... ...мне придется отдать чуть ли не всю жизнь... ...за то, чтобы просто посмотреть, что в итоге произойдет... ...я думаю, это не самое лучшее решение будет с моей стороны. Ну-ка. Ага. И там сколько еще осталось? Кажется, одна курочка и все. Да? Да. Увы. Хорошо. Ладно. Нет, ну в принципе можно. Вдруг там всего-навсего одной единицы здоровья не хватает, чтобы посмотреть, что произойдет. Можно еще одну единичку отдать, но дальше придется действовать аккуратней. Возможно, знаешь что? Возможно, пока у меня в руках есть этот артефакт, то... ...банан. Больше я тебе ничего не дам, скотина. Отнял, 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 отнял мне кучу здоровья. Ладно. В принципе, ничего страшного не произошло, я так полагаю. Тем более, что у нас есть повышенный шанс выбивания этой еды. Прекрасно. Теперь можно будет... Вот тут лучшего я удал жизни, вот серьезно тебе говорю. Так, выстрелили двумя стрелами за долю секунды. Слушай, блин, ну очень интересно, на самом деле. Либо взять артефакт... Давай возьмем артефакт, ну его в баню. Так, скорость атаки, либо снижение скорости атаки, но увеличенное это самое. Либо умножение урона и понижение здоровья. Ну неплохо, на самом деле. Можно было бы взять косу, но мне нравится повышенная скорость атаки. Есть ли в этом смысл, мне это интересно? Наверное, да. Ну... Наверное, да. Пускай будет. Так, посмотрим. Просто есть такие враги, которым хорошо было бы засадить сразу несколько выстрелов, пока они... Пока они в замешательстве. Тихо, тихо. Слушай, а они ведь меня не бьют, если я просто прикоснусь. Нет, если я прикоснусь, ничего не происходит. Хорошо. Ладно, идем на правую сторону. Хотел пойти на левую, но ладно, через ним. Угу. Ха-ха-ха. Прекрасно. Вот тут можно капкан кинуть, кстати говоря. Нельзя. Никогда в жизни больше не стрельным в момент, когда я буду на шипах. Меня это чуть-чуть замедляет. Угу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У воина, кстати говоря, есть большой недостаток. В плане его защиты. Он, получается, ставит перед собой щит. У нас на правой кнопке кувырок. У этого персонажа надо будет еще раболичиться в проводе. Я никогда не пробовал. Тихо. А, я не могу ходить, когда я использую. Я тебя понял. Глупый гублин. Короче. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, лучше сейчас было побегать, потому что я бы просто не успел. Серьезно. Я кинул на стол. Ладно, допустим. Вот, кстати говоря, момент, когда хорошо, что я могу кидать неск... Что это? Курочка? Просто так лежащая? Или нет? Тот самый момент, когда хорошо, что ты можешь кидать нескольких капканов. Прекрасно. Просто прекрасно. Очень везет. Очень везет на артефакты. Во-первых, на этом этапе мы собрали их просто чертуски много. Во-вторых, мы собрали чертуски хорошие артефакты. Если не... Не топить, то может даже что-то получиться. Ага. Единственное, что я смотрю, что скорость атаки на тот уровень, на который мы ее сами подняли, она пока что такая себе, потому что... А, вот и лично так говоря. Обратите внимание, как они действуют. Они его защищают. Довольно интересный момент. Взаимодействуем персонажей! Друг с другом! Твою мать! Нет! Тихо-тихо-тихо. Он довольно опасен, между прочим. Тебе представьте, что играя воином, вы не сможете вот так просто бегать и уворачиваться. Ну! Нет! Собака! Да что бы ты сыром срал? Он очень больно бьет, я тут серьезно тебе говорю. С ним нужно быть крайне аккуратным. Я где-то там оставил руну, кажется. Да, ты смотри. Ага. Слушай, ну это... Это довольно опасно становится. Прям очень. Тихо. Я же говорю, что мы можем спокойно помереть. Просто из-за глупости вот такой. Кошмар. Просто кошмар. Не хватает какого-то артефакта на замедление. То есть у меня замедляет, получается, сейчас только капканы. Этого маловато. Этого реально маловато. Было бы неплохо сейчас получить какого-то паука, чтобы при попадании в... Ой, нет. Ой, нет. При попадании в тело, чтобы... Ээээ... Чтобы враг замедлялся. Слушай, это плохо. Я... За эти забеги закадровые, я ни разу с ним не сразился. Потому что, честно тебе признаться, я боялся. Я боялся. Но сейчас надо. Просто вот надо. Ам. А, с ним надо поговорить прям. Ну да. Сэр, рода мини-босс, но что он умеет? Хер его знает. Кто действительно до хера умеет? Да что б тебя, он меня еще и отравил. Все, это жопа. Или я ниже... Да, это жопа. Скотина. Ему вообще нельзя давать себя ударить, судя по всему. Ладно. Заход был на самом деле неплохой, но... Но. Тут есть такая штука, которую я хотел вам показать. Испытание удачи. Сейчас я вам просто покажу. Получается, что это значит? Нам выпали карты, и... Это означает, что судя по всему, мы будем с вами играть воином, у которого будет в руках турель, и вначале нам дадут несколько золотых монеток. Это как раз будет возможность показать вам этого сраного воина. Я нашел тебя без сознания и принес сюда. Надеюсь, сейчас тебе лучше. Ну, может быть, самую малость. Обратите внимание. Получается, я бью, допустим, вправо, да? Если сейчас у меня курсор находится справа, а я смотрю налево, он все равно бьет в левую сторону. Это очень неудобно, честно, я признаюсь. Но, я думаю, что мы им все-таки попробуем походить. Я не думаю, что мы сильно далеко уйдем, честно говоря, но... Тихо. Есть еще одна такая большая проблема. Я, получается, привык уворачиваться. Ага. Я привык уворачиваться на правую кнопку, а теперь приходится... Что такое? Кто-то еще остался? Эта дверь открылась? А, она открылась. Хотя ей приходится ставить перед собой щит. Но, с другой стороны, вот, давай просто проверим. На пауках, допустим. Я поставлю щит, и они будут меня... И они будут меня кусать. И у меня щит слетает. Буквально через несколько укусов у меня щит слетает. Я, кстати говоря, уже проверял, и получу за это ачивку. За то, что я принял на себя многочисленные атаки. Угу. Возможно, прикол щита в том, что если в меня одновременно вылетит много снарядов каких-нибудь, и все не придут одновременно в одну точку, то впоследствии я получу... Да, кстати говоря, это очень классная мишка. Ну, твою мать! Я же стоял со щитом! Срань ты! Вот, пожалуйста. Вот поэтому я не люблю воина. Как-то у него слишком странно это все работает. Вместо того, чтобы сейчас сделать перекат, чтобы скрыться от врага, мне приходится выставить перед собой щит, и в итоге я совершенно не уверен, спасет он мою сраку после этого или нет. Вот серьезно тебе говорю. Давай-давай, кушай! Прожить хотя бы чуть-чуть. Хотя бы, черт возьми, чуть-чуть. О! Это увеличение урона, это просто прекрасно. Сейчас задача этого воина даже не в том, чтобы как-то далеко у нас провести, или что-то в таком духе нет. Его основная задача это демонстрация его способностей, и накопление нам рун каких-нибудь. Ага, чтобы можно было прийти и накупить сразу кучу-кучу-кучу-кучу-кучу всего. Так, неуземенность на 2 секунды. Прикольно. Надо знать, что проводить. Надо попробовать, может быть, еще другие артефакты потаскать, потому что, смотри, дает неуземенность на 2 секунды. Может быть, после того, как я его прокачиваю в лагере, может быть, он будет давать неуземенность там на 10 секунд, и тогда это будет вообще ембовая штука. Но пока что... Так, пока что, во-первых, артефакт... О, слушай, вот это неплохо. Нажает урон и понижает здоровье. Но здоровье у нас и так... Так, вы себя так отражает снаряды, и наносит двойной урон от текущего значения. Это, получается, для щита, скорее всего, да? Это что-то такое? Нажает урон и получает урона. Мне нравится пока что вот это вот дело, скорее всего, но, да, для щита. И вот это вот возьмем. Угу. Было бы неплохо, чтобы можно было, знаешь, что делать? Продавать. Продавать. А то, что не нужно. Допустим, у меня есть вот этот турель, которая просто там осталась лежать. Было бы неплохо отдать ее за какие-то символические пару копеек. Согласитесь. Ага. Что это такое? Замедленные снаряды. Неплохо. То есть все снаряды будут, я так понимаю, замедлены, да? А ну да, продум. Давай, стреляй в меня, скотина. Нет, только ж не вплотную, ты с ума сошел? Барь ты конченая. Я тебе покажу, как с такими, как ты. Я расправляюсь с такими, как... С такими гоблинами, как ты. Черт, пойдите. Тихо, 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 тихо. Но, кстати говоря, бои получаются довольно интересные в этом плане. То есть за воина. Ждать не могу, не. Жаль. Они получаются довольно динамичные. То есть если за... За рогу вам приходится постоянно от чего-то уклоняться, то в данном случае получается очень... Прикольные сражения. То есть, во-первых, у него вот эта размашистая атака, которую все к чертям собачьим выносит. Во-вторых, когда получается стычка с таким же, как он, воином, то есть со щитом, то получается очень красивая. Красивый поедет. Вот, допустим, здесь. Ага. Тихо, 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 тихо. Очень вовремя. Но, кстати говоря, удобно, что вот в любой позиции, в которой я бы не поставил щит, даже если у него сейчас ударят сзади, он с щитом все равно должен, по идее, должен, черт возьми, заблокировать. И технически, да, я могу встать прямо в капкан, кстати говоря. Становлюсь в капкан, если врага этот капкан ударяет, но не добивает, то я могу его добить мечом. Да. Отлично. Просто прекрасно. Нет, ну, если привыкнуть, конечно, к этому... К этому классу, то можно... Да? Да. Сейчас засчитывается. Если привыкнуть к этому классу, то, в принципе, можно даже им... Твою мать! Я думал, там можно защититься! Если привыкнуть к этому классу, можно даже... Может, даже и зайдет. Но мне все равно пока что больше нравится наш первый чувак. Так, ну хорошо. Допустим... Вот такой вот этот гребаный воин. Ненавижу его так хорошо. Вот этот Ливей, он говорит, что больше не может, кстати говоря, никого привезти, но он продолжит осматривать окрестности на наличие людей. Так, здесь. Я не могу ничего с этим сделать, потому что мне теперь нужно опять искать этот алтарь и приносить все ясно. То есть второй раз, когда я пожертвовал кучу здоровья, этого делать не нужно было, черт подери. Хорошо? Допустим, меня больше всего интересует вот это. Что будет, если я возьму щи? Я беру его, и, соответственно, оно становится у меня вместо от этого. Я тебя понял. Хорошо. То есть получается, что у меня в любом случае... А, то есть вот так вот даже. То есть я Лив выбираю из всего того, что у меня сейчас все ясно. Все-все-все, я понял. Включается шанс найти монетки. Так, либо вот это. Значит, дальше из вот этих дорогих нам придется... Я понял. Они дальше на следующем уровне будут комбинировать то, что вот здесь. Вот, допустим, тут у нас идет разделение на атаку, скорость и силу. Точнее, атаку, здоровье и скорость. А здесь будут комбинировать одно с двум... Точнее, одно с другим. Либо силу с атакой, либо еще что-то в таком духе. А здесь, наверное, что такое? Если я пока ничего не открою. Хорошо. Я тебя понял. Здесь. Здесь, в принципе, я прокачал то, что хотел. В частности, капкан, с которым я теперь постоянно хожу. И, честно говоря, больше не вижу никакого смысла качать что-то еще. У меня больше ничего. Ничего не надо. И не надо. Капкан мне прям больше всего нравится. Тем более, что ни капкан, ни липкая, допустим, та же сеть не действует на боссу. Хотя, турель прикольная мне понравилась. Ты ее кидаешь просто, и она стреляет так же, как и ты с лука. Нанося довольно неплохой урон. В половину меньше, чем ты, но все-таки это все равно довольно высокий урон. Хорошо. Давай вот что сделаем. Давай еще раз возьмем охотника. Погоди, а ты у нас раболечица, правильно? Раболечица, которая по факту умеет дышать. Но эти дыши у них призряжаются. И все, по сути, да? То есть она просто стреляет и дышит. Пока не вижу в этом смысле, честно говоря. Мы походим... А, вот еще ты. Что ты умеешь? Чтобы изучать твои дела, я всегда рада слышать о ваших приключениях. А, я могу почитать о всех, кого убивал. Смотри. Очень интересно. Я, получается... Слушай, а тут не так уж и много... Книги... А еще книги есть какие-то. А разве книги это... Кабаны, живущий окрестностик, большая удача. А разве это не те книги, которые я нахожу как раз по пути? Ну, это они. Видимо, каждый раз они там новые. И есть смысл их читать заново, верно? Проворный боец орков. Он очень быстро бегает и кидается на противника. Вот это про бневрите. Это гоблин. И это... И... Где тут? И это гоблин. Здесь нету боссов почему-то. Это очень печально, потому что... Вот они, было бы интересно почитать. Короче, говорят, тут еще всего-навсего три до врагов, которых я не нашел. Серьезно. Что и говорит о том, что игра не очень длинная. Ну, хорошо. Давай-ка я все-таки возьму охотника. Он мне больше всего нравится. Ааа, я к нему все-таки... Смотри. К нему я привязал баклажан. И он со мной будет постоянно. Слушай, это круто. Это действительно круто. Баклажан-капкан идеально. Давай, короче говоря, двигаться им дальше. Угу. Мне кажется, что я нашел себя в этой игрушке все-таки. Я только что... Представляете, забег запорол из-за того, что у меня был довольно прикольный артефакт, который делит, получается, стрелу надвое. Ты выпускаешь не один снаряд, а два, и именно из-за этого я потерпел крах. Представляете? Вроде бы, как в случае, довольно интересно. То есть, не бушует гоблин. Иначе я и твое ухо отрежу. Кстати говоря, да, у меня вот есть ухо гоблин, который повышает удачу на монетки. Довольно интересная... Штука должна быть, по идее. Да что ж такое-то? Почему с этим так неудобно стали-то? Было бы прикольно, если бы здесь можно было бы как-то там через стол перепрыгивать. А-ля интердеганшин, короче говоря. Но увы. Помер из-за того, что выпускал по несколько снарядов из-за лука, представляете? Вроде бы, звучит довольно интересно. То есть, выпустить несколько снарядов в одну точку, по идее, урон будет двойной. Но мне кажется, что это работает немножко по-другому. Мне кажется, что как раз урон делится на два. То есть, вот у вас есть конкретно урон, допустим, 20, да, и он делится по 10 на каждую стрелу. Мне кажется, что именно так работает. В итоге вы получаете, мало того, что делённый урон, и если вы промазываете одним снарядом, попадает только один, то получается ерунда. Ага. Так, ещё и получается, что оно разлетается в бока, и вам, чтобы попасть в центр, нужно целиться, получается, куда-то чуть-чуть левее, например. Или чуть-чуть провериться, в смысле от того, какой стрелой вы хотите попасть. Короче говоря, немножко некомфортная штука была. И когда сражаешься, допустим, с первым боссом, из-за которого, кстати, на котором я, кстати говоря, и помер. Стрелы очень странно себя вели в глаз. Получается, тебе нужно стрелять в центр, чтобы в глаз попало, а оно, получается, летит и разлетается ему в бока. Это очень дебильно выглядело, честно говоря. Вот, короче говоря, я пришёл к поводу, что мне лучше всего нравится один конкретный удар в центр. Но, чтобы он имел большую эффективность, ему нужно дать много силы. То есть, что я хочу сказать, я хочу сказать, что нужно забрать все артефакты, которые увеличивают урон, чтобы можно было стрелять один раз, но очень больно. Либо же попробовать поднимать, допустим, скорость атаки, чтобы можно было просто много раз в одну точку дать. Ну, как-то так. Хотя второй босс, я до него доходил, вот эти два закадровые... Ох, тварь, да что ж такое-то? Ему как раз можно было выпускать по две стрелы, потому что он довольно близко к себе держит. Хе-хе-хе-хе. Какие же вы глупые гоблины. Короче говоря, он довольно близко к себе держит, и его легко контролировать несколькими стрелами. Угу. Кинечки довольно интересные нахожу. Я, честно говоря, немножко забыл, что конкретно мы делаем. Я помню, что вроде бы здесь начали похищать... Что здесь орки похищают людей. Или гоблины похищают... Гоблины, скорее всего, похищают людей. Ох, для чего-то, непонятно для чего. Ох, да что ты сыром срал. Прекрасно. Тихо-тихо-тихо-тихо, родная. Когда такое происходит, ему нужно за спину заходить. Но когда они, блин, возле стенки толпятся, там хрен за... О, отлично. Просто усиление урона. Так, и нужен еще один рычаг, похоже. Угу. Аккуратно. Даш, ты оп тебя, ты посмотри. Все так хорошо шло, пока... Пока не стало идти все плохо. Просто отвратительно. Надо... Надо подлечиться. Как-нибудь. Если сейчас будет какая-нибудь тонизирующая бутылочка, надо будет ее купить. И потом сразу же забрать все назад. Она пополняет, по-моему, сразу несколько... Нет, несколько сердечек. Но я все равно это дело куплю. Угу. О! Увлечит здоровье и увеличивает скор... Подожди. Увлечение скорости после еды. То есть, временное увеличение. То есть, если я поем, то это меня... Ускорит немножко, да? Увлечение скорости бега и пошедение скорости атаки. Неплохо, но я немножко не контролирую себя, когда слишком быстро перемещаюсь. Я, допустим, привык к конкретной... Увлечение урона, скорость атаки незначительно понижается. Но, кстати говоря, звучит неплохо. Я думаю, что можно было бы взять вот это вот. Ага. 14... Нет. Зараза. Ладно. Хорошо. Я пока что не заметил сильную какую-то, допустим, когда у нас повышается скорость атаки. Я не заметил, чтобы она повышалась как-то... Серьезно, там, допустим, заметно. Когда мы взяли перчатку, помните? Я не помню, чтобы скорость повысилась прям очень хорошо. Возможно, зависит от... Идем вниз. Возможно, зависит от предмета, конечно. Может быть, какой-то предмет... Может быть, какой-то конкретный предмет повышает сильнее. То есть, допустим, когда написано просто, что он повышает урон... Да, твою мать! Чуть-чуть ниже. Слушай, неплохо. Прям очень неплохо. До этого, чтобы их увидеть, мне нужно было в них попасть несколько раз. Теперь все на всего один. Повысила кора нехорошо. Нравится. Но, правда, мы еще взяли слезу Айзека. Поэтому... Думаешь, я с тобой играться буду, говлин? Просто... Просто поводить в капкан. Ага. Это вот то, о чем я и говорил. Просто берете... Все на урон... И дело в шляпе, я полагаю. О, нет, только не ты. Главное не дать ему зачаровать. Обрати внимание. Слушай, я не знал, что он умеет зачаровать вообще все. То есть, говлины теперь, по сути, умеют... Умели кидаться... Эти, господи, шипами. Умели кидаться фейрболами? Серьезно? Прикольно. Не, взаимодействие врагов здесь, имеется в виду друг с другом, довольно прикольное. Я вспомнил, что хотел сказать. Я начал и так не договорил, потому что забыл. По поводу книжек. Во-первых, я подзабыл, что здесь конкретно происходит, но кажется, я начинаю вспоминать. По-моему, здесь люди похищают говлины к себе непонятно для чего. И мы пошли с этим разобраться. И обратили внимание, когда мы могли испытать удачу, когда мы начали играть за воина, там был какой-то маг, который нам что-то хотел сказать. Мне кажется, что именно в нем вся проблема. Я тут нашел интересную книгу, в которой было написано... Слушай, очень много денег выпало. В которой была интересная вещь написана. Там было написано, что это место, оно достаточно неплохо спрятано от кого-то более могущественного, чтобы проводить здесь эксперименты с манной. Короче говоря... Серьезно? Превратил паука в скелета? Здорово. А, в смысле, скелетов паука, да. Слушай, прикольно. Напоминает дарклуркеров чуть-чуть. Да, господи. Надо найти какой-то такой артефакт, который позволил бы пробивать первую цель насквозь. Угу. Так, ну у нас еще есть проход сюда. Фу, нет. О, нет. Слушай, я его, скорее всего, не смогу сейчас победить. Просто тупо потому, что... У меня здоровья не хватает сейчас на него. Не хватит на него. Если, конечно, мне сейчас не дадут возможность подлечиться, то... Тогда просто идем дальше. Угу. Хорошо. Этого маловато. Твою мать. Вот это вот очень плохо. Я не знаю, что он зачаровывает факела. Это самое отвратительное, что он может делать. Потому что факел еще хрен попадешь. В книжке было, говорю, написано очень интересная вещь, что люди, они, ну, по исследованиям этого мага, который здесь, видимо, скрывается и как раз и похищает людей. Он, кстати говоря, собирает армию. Это тоже я в книге вычитал, что он собирает армию, которая пока что состоит у него из них скелетов. Но по факту он хочет себе завладеть, хочет себе в команду кого-то такого, который может без его же помощи произвести скелетов. Я думаю, что у него такие уже есть. Вот помните, я видел какого-то лича, который как раз и призывает подобных товарищей. Слушай, ну я не знаю, что делать. Попробовать? Ну давай попробуем. Ну, кстати говоря, не так уж и... Не так уж и не повезло сейчас, по-моему, да? Враг попался такой себе. Могло быть похуже. Ага. Блин, я договорюсь сегодня фразу по поводу того, что я по поводу людей вычитаю. Мать твою, ну ты задница. Это я из него монетку выбил? Короче, в книге было написано, что люди могут через себя пропускать магическую энергию, но при этом сами не владеют магией по какой-то причине. Прекрасно. Впервые я победил этого ублюдка. Не конкретно этого, а в принципе здесь сидящего в клетке. Садится все нашпигованное. Ого. Что это такое? На выбор либо то, либо это, да? Вот это прикольная штука, но тут надо убивать сразу несколько врагов. Снарядность, двойной урон, последний рикошет. Лучше возьму вот это. Потому что, во-первых, теперь есть рикошет. Во-вторых, вампиризм довольно интересен, но только в том случае, если ты можешь убить врагов, двух врагов. Либо с очень малым временем задержки. То есть одновременно убить двух врагов, либо там спустя одну секунду убиваешь сначала первого, потом второго. Но это здесь это сделать не очень удобно, я тебе так скажу. Поэтому пускай лучше будет рикошет. К словам, мы дошли до второго босса. И лучше убить свинку, потому что у нас есть возможность, да, подлечиться. А может быть, кстати говоря... Может быть, если бы я не убил свинку, я получил бы какой-то бонус потом. Но мне кажется, она все равно бы умерла, потому что это зараза, она здесь все поджигает. А скотина. Эта зараза здесь все поджигает, поэтому, возможно, свинка все равно бы не выжила. Слушай, давай пробуем сделать по-другому. Нет! Не так по-другому, слишком тупо. Скотина. Я забыл, что я не могу двигаться, когда он заряжает лук. Урон маленький проходит, мне прям не нравится. Прям совсем маленький. Два. Три. Я хотел сделать, получается, рикошет от стенки, но в целом я могу это сделать. Сейчас. Ты посмотри. Слушай, неплохо. Урон хороший проходит все-таки. Давай будем пытаться делать так. Это может быть, конечно, чуть более безрассудно, но... С-два. Сейчас. Да, твою. Просто, блин, попасть сейчас сложнее. Но интересно. Ага. Прекрасно. Сейчас начнется ад. Блин, у меня была возможность попасть несколько раз. Уй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот за этот ад я и говорил, да. И еще раз. Нет, второй раз я просто не успеваю. Слушай, а урон прям сильно лучше проходит, когда я бью ему рикошетом. Прям очень неплохо. Прекрасно. Слушай, отлично. Просто отлично. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Какой-то ты странный гоблин. Я таких раньше не видел. Немножко криво, но вроде. Вроде все равно попал. Хорошо. Мне кажется, что если бы тут было его тельце, то все было бы не так легко, да? Он где-то там ходил, получается, наверное, в клетке заключенной. Только одну голову смог свою высовывать. Скорее всего, его тоже споймал вот этот маг для того, чтобы экспериментировать со своей манной, мне так кажется. Ну, короче говоря, вроде бы неплохо идем, мне так кажется. Но вот эти камеры аберрации, это воистину конченное место. Меня тот раз размотали. Я даже ничего не понял, честно говоря. Чертовски быстро и качественно. Тем более, здесь эти конченные личи, которые вызывают скелеты. Но с другой стороны, у меня есть... Во-первых, у меня есть рикошеты. Они довольно сильны. Прям очень. Главное следить за вот этим ударом. Слушай, и мне еще кажется, что когда я зажимаю атаку, то я бью сильнее. Вот этот удар, он очень сильный. Вы, по-моему, уже видели, насколько, да? У меня, по-моему, убило... Забирать у меня позову уйму здоровья. Но! Нужно срочно найти что-то, что позволит нам как-то подлечиться. Кстати говоря, а секреток... Я имею в виду каких-нибудь... Тихо, тихо, тихо. В виде каких-нибудь... Скрытых стенок, я так понимаю, здесь нет такого, да? Плохо, 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 плохо. Все очень плохо. Мало того, что здесь... Лурдер! Так еще и этот маг! Вот об этом я и говорю! Что это такое? Так, ладно, самое время раскидываться капканами. Сейчас тот самый момент, когда я жалко, что не могу кидать по низкам капканов сразу. Слушай, ты меня задрал? Нет! Нет, 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 тихо, 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 тихо. Надо все силы кинуть на уничтожение леча, я полагаю. Либо паука. Нет! Беги! Да, твою... Они, кстати говоря, да, у меня что-то там есть такое, что их отравляет, когда я... Когда они меня бьют, но, блин, тут игра такая, что вот нельзя, чтобы вообще били. Так, подожди, это что такое? Это просто в канализацию, да, проход? Ну, имеется в виду. А это что такое? Такое чувство, словно здесь стоял какой-то экземпляр, накрытый этой капсулой. Еще не открыто, да, твою мать. Если мы откроем, можно будет сразу туда валить. О, нет. Нет, 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 не-не-не-не-не-не. Это, конечно, очень интересно, можно получить артефакт и даже было бы категорически желательно это сделать, но... Это смерти подобно, лучше не стоит. Шанс, черт подери Серьезно Большой паук может превратить Маленького паука в кучу Ой, большого паука в кучу маленьких? Какой смысл? Это даже как-то проще Немножко, потому что он его просто Тихо, тихо, тихо Он его просто уничтожил по факту И мне проще уничтожить кучу маленьких пауков, чем Сражаться с одним большим Надо пробовать делать в основном рикошеты Сейчас, вот на данный момент, когда у нас есть такое зеркальце Лучше пытаться делать рикошеты Я, конечно, могу попробовать Рассчитывать на удачу Тупо на удачу Но с рикошетом С рикошетом я смог бы сделать это просто Твою мать Скотины Ладно, мы с вами еще встретимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова